Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшний расклад у нас будет на одну позицию. Недавно мне напомнила одна девушка, женщина, не помню ни как, к сожалению, о том, что, скорее всего, просто поинтересовалась. Елене, вы перестали делать расклады на одну позицию. И я решила сегодня сделать расклад на одну позицию. Мы с вами рассмотрим пять вопросов. Как-то этот расклад я уже несколько раз пробовала записать в начало, и все как-то в ней не заходит. Не знаю, почему какие-то энергии идут с сопротивлением. То ли сопротивление чему-то новому, не могу понять. Ну ладно, давайте будем рассматривать. Пять вопросов у нас будет всего лишь. Так, это будет на три, это будет четыре, это пять. Итак, первый вопрос. Каковы сигналы появления в жизни новых энергий? Каковы сигналы? Вы не поверите. В предыдущую запись, которую я делала, и вот она, и я помешала колода, также выходила десятка пендагля. То есть вроде бы помешала, заново начала, и все равно та же карта. Значит, все-таки с нее и стоит, да, начинать прям. Интересно, чисто так символично. Какие сигналы? Сигналы. Сигналы, ощущение, знаете, такого, некой такой наполненности, да, ощущения благостных каких-то энергий, да, вот такое вот чувство, что тебя распирает. Причем вот это вот ощущение распирания, оно не случайно, это показатель того, что нету каких-то вот блоков, да, то, что сопротивляется, то, что, знаете, как сосуд, который, когда он наполнен, да, то удаливать что-то новое, какую-то дополнительную жидкость, да, нету места. А когда сосуд пустой, да, то вот он впитывает в себя как можно больше жидкости. То есть есть место для чего-то нового. Поэтому вот это вот ощущение того, что вот меня распирает, но распирает не потому, что я переел, да, вот, а распирает, потому что энергия идет на расширение, то есть ее много, нету каких-то внутренних блоков, места достаточно много, и из-за этого вот есть вот это вот ощущение, да, потому что мы спрашивали вопрос сигналы появления новой энергии, ощущение того, что вот действительно меня распирает, меня становится много, появляются какие-то новые идеи, причем это идеи, которые, знаете, в них есть какая-то ценность, то ли вы как-то можете их заземлять, заземлять, материализовывать, да, и, то есть не просто как-то, когда мы мечтаем о чем-то, да, или фантазируем, а вот здесь вот идет такое вот ощущение, как раз таки, что вот эта вот идея, она может мне принести какие-то деньги, да, то есть она настолько цена, что за нее мне готовы платить, то есть здесь вот какой-то обмен, да, когда энергия, она превращается именно в деньги, она превращается именно в такую энергию более плотную, которую можно пощупать, то есть это может быть не обязательно деньги, но это будут какие-то подарки, то есть это обязательно какие-то предметы, да, мы понимаем, что с одной стороны, то как-то вот энергия, которая входит в нас, она сразу ощущаема, да, то есть мы ее можем пощупать, мы ее можем увидеть как-то, да, она материализуется, новая энергия, а с другой стороны улучшается ваша жизнь, качество вашей жизни, оно становится более такое, знаете, изобильное, что ли, сразу появляется десятка педагоги, карта, да, у нас про семью, помимо ценностей, она говорит о том, что как-то, вы знаете, все налаживается, налаживается ваше здоровье, налаживаются ваши финансы, налаживается как-то быт, появляется вот этот вот очаг, комфорт, то есть вот не в контексте комфорт, в контексте стабильности, а наоборот новая энергия, она приносит вот это вот состояние счастья, то есть внутри меня много чего становится, и вот это вот богатство, оно должно как-то проявиться во внешнем мире, чтобы я его заметил, и вот это внутреннее богатство, оно проявляется во внешнем мире, через внешнее какое-то богатство, через подарки, Даже если это не что-то ощущаемое, то это может быть проявление заботы, внимания по отношению к вам. Здесь вот такие благостные энергии. Какие еще сигналы появления в жизни новых энергий? Пятерка жезлов. Смотрите, новые энергии. Новые энергии это вообще пятерки, они всегда у нас говорят про урок. Но здесь в данном случае, когда идет коммуникация, но в контексте, знаете, вот такого мозгового штурма, когда мы встречаемся с другими людьми и начинаем обмениваться, рассказывать, причем рассказывать про это новое. Какие мысли есть, что я могу сделать для того, чтобы другой человек как-то дополнил эту картину своими какими-то идеями. И вот этот вот обмен идей, он приведет к чему-то, к чему-то такому конкретному. То есть здесь не конфликты, а здесь как раз-таки, когда собирается несколько людей во имя одной какой-то цели, но у них абсолютно разные взгляды, разные убеждения. Вот эти вот разные взгляды, разные подходы. Если не циклиться на разности, а наоборот понять, что эта разность, она помогает как раз-таки добиться какой-то цели, то есть цель-то одна, а взгляды разные. То прислушиваться вот именно к этому, да, чему-то другому, тому, что отличается от вас, это как раз-таки тоже показатель новизны. То есть когда с одной стороны мы готовы принимать то, что нам кажется не совсем наше. То есть мы с одной стороны видим, что то, что говорит другой человек, да, либо его мировосприятие отличается от моего, но мы его не отвергаем. Мы и не принимаем, но мы и не принимаем. Я имею в виду, что не то чтобы не принимаем, но мы не отрицаем, да. То есть мы допускаем существование другой точки зрения. То есть вот это тоже показатель того, что мы идем на расширение. То есть раньше мы, возможно, бы сказали категорично о том, что нет, да, вот, ну я не знаю, я не приемлю это. А сейчас мы, как минимум, мы прислушиваемся. То есть это показатель того, что наш внутренний мир, он начинает расширяться. И если раньше у нас было, например, то четыре точки, условно говоря, соприкосновения с другими людьми, да, то есть вот эта ценность, вот эта ценность и вот это, все остальное, да, и мы как-то вот, ну, не приемлю. А теперь, если вдруг мы увидели что-то другое, иное, и мы уже допускаем его существование, это показатель того, что что-то внутри нас, да, изменилось. То есть если мы что-то уже начали принимать, особенно если ранее этого не принимали. Еще какие сигналы? Больше прислушиваемся к себе, да, новое это про то, что больше ощущаем, у нас появляется больше какого-то внутреннего успокоения, да, нету вот этого вот диалога, либо каких-то сомнений. Мы акцент больше делаем на некой такой потоковости, да, то есть не то чтобы по инерции, да, не обдумав, а именно прислушиваемся к внутреннему вот этому зову, да, внутреннему голосу, который очень тихо нам говорит, что нам нужно делать, да, как нам нужно сделать. То, что мы называем интуицией. Где-то мы можем ей не доверять, но уже начинаем прислушиваться. Это как раз-таки сигнал доверия. Доверие себе, доверие потоку постепенно, да, это тоже такие сигналы. То есть если продытожу, то могу сказать, что понимание, что что-то новое вошло, это когда у вас появляется доверие, доверие себе, доверие вообще жизни, потоку, как все происходит. Когда у вас есть принятие чего-то, что отличается от вас, опять-таки я не говорю о том, что вы должны изменить себя, да, то есть вот услышали что-то, что не похоже на вас, и вы это перенимаете, да, как это, примеряете на себя. Нет, а вы просто допускаете, что как иной взгляд, да, какое-то новое убеждение, иное мировосприятие. То есть если раньше вы были категоричны, то сейчас вы просто допускаете, что окей, это твоя точка зрения, да, неважно там соглашаться, то есть не обязательно сразу соглашаться, но рассмотреть, да, увидишь, что это тоже есть в жизни, это тоже имеет место быть. То есть не только реки, озера, к примеру, а есть еще и моря и океаны, да. Мы не говорим о том, что вы должны любить море и океаны, мы говорим о том, что это тоже имеет место быть. Дальше еще как сигнал, да, о том, что я говорила, это вот как раз ощущение изобилия. Это то, что в вашей жизни постепенно что-то, если мы говорим на более практическом уровне, да, начинает улучшаться. Улучшается ваше финансовое положение, улучшается ваше настроение. Но опять-таки, да, когда мы начинаем прислушиваться к своей интуиции, мы находимся в доверии, да, и вот как-то в созвучии с миром, то есть прекращаем бороться, прекращаем сопротивляться тому, что нам дает жизнь. Принимаем это в расслабленном состоянии, не потому что мы вынуждены, да, в смирении, а принимаем просто и наблюдаем за тем, что происходит. Это дает некое успокоение. И вот это вот успокоение, как результат отсутствия борьбы, то есть я не борюсь, я не протестую, я не препятствую чего-либо. И вот это вот как раз-таки, если мы не препятствуем энергии, эта энергия проходит как раз-таки через нас. А обновление всегда у нас есть, то есть новая энергия, они всегда есть. Это не то, что, как это, периодами, да, то она есть, то или нет. Просто есть периоды, когда мы этому сопротивляемся, да, мы не готовы принять, не готовы пропустить через себя что-то новое. Здесь вопрос готовности, смелости, мужественности, силы воли и готовности. Хорошо, как различить новые энергии от старых? Давайте на это, да, новые от старых. Как различить новые энергии от старых? Ну, смотрите, в новой энергии, да, пятерка кубков выпала, в новой энергии, в энергиях нету сожаления. Здесь новые энергии, это исключительно ваш взгляд, ваше восприятие. Только восприятие не через негатив, да, через то, что я утратил, а через то, что я приобрел. То есть новая энергия мы сможем замечать только тогда, когда наше восприятие будет через позитив, идти, да, вот чему я научился, что я получу, что мне это даст, а не то, что я потеряю, да, либо то, что было, сокрушаться о том, что вот это было, больше никогда такого не будет. То есть в новых энергиях нету отрицания, да, нету вот этого минуса. Есть наоборот, любопытство, открытость, готовность принять это. нету по пятерке кубков, да, вот этих слез, ну, ясное дело, да, что когда что-то новое, у нас еще нету опыта, как реагировать, по крайней мере, на первых порах прошлого опыта реакции, если это действительно что-то новое. Поэтому мы вначале просто наблюдаем. Как отличить новое, да, новую энергию? Ну, новая энергия, они не будут, здесь шестерка кубков вышла, они не будут похожие на прошлое. Ну, шестерка кубков, это про открытость, про детскость, про доверие, да, то есть когда у вас есть доверие, причем доверие, опять-таки, о чем здесь речь, мне подсказывают, просто показали, что новое, это не значит, что, как бы так сказать, что старое не может быть новым. А это говорит о том, что, например, каждый день, каждый день мы просыпаемся, и казалось бы нам, да, что каждый день он как будто бы дублирует предыдущий, но на самом деле он новый, да, то есть мы заново, сначала, не знаю, как это назвать, мы открываем глаза, и то, как мы себя поведем, да, это вот исключительно наша как раз таки зрелость, да, здесь показывается, то есть если мы будем делать изо дня в день одни и те же действия, конечно же, мы будем проживать старой энергией, если каждый день мы будем сделать что-то новое и акцент делать на то, что я вчера это не делал, а сегодня я это сделаю, тогда, конечно же, вот это вот хорошо забытое старое, да, оно будет новым, здесь про это, как еще можно отличить новую энергию от старых в мыслях, да, девятка, девятка жезлов, когда мы не закрываемся, когда мы не циклимся, вот здесь вот новое от старого краски отличается тем, что мы не циклимся на старом, мы не думаем так, как мы думали раньше, то есть здесь надо, акцент все карты мне показывают на то, что нужно изменить наше мышление, поведение нашего мышления, то есть если мы хотим что-то новое, мы должны мыслить по-другому, поэтому вот здесь вот первично, да, что он нас показывал, по каким принципам, да, как мы понимаем, по каким сигналам, что новое, это слушать себя как раз-таки, да, слушать свою интуицию, слушать и обращать внимание на мысли, какие мысли мы притягиваем, к чему мы притягиваем одни и те же мысли, то есть здесь вопрос наблюдения за собой. Новое это то, когда мы не закрываемся, да, когда мы продолжаем двигаться дальше, когда мы не закрываемся от других людей, когда мы не циклимся на прошлом не думаем каждый день одно и то же и не фокусируемся на своих каких-то утратах то есть то что мы потеряли а наоборот на то что мы приобрели как мы еще понимаем да что это новые как отличить новые энергии от старых в старых как раз и показатель того как вы взаимодействовали с людьми что вы хотели от них получить там где было вот это вот здесь королева жезлов показано как достаточно такая зрелая личность которая понимает свои потребности понимает свои желания что она хочет как она хочет вот вот это вот исходя из этого понимания да что я хочу я делаю на акцент на этом не то чего я не хочу но например я не хочу чтоб меня предавали она не делает на это акцент она говорит как раз таки о том что я хочу выстраивать доверительные отношения то есть не как как это объяснить то не делать акцент на негативе а именно делать акцент на том что я хочу да как я хочу то есть это тот человек который взаимодействует с другими людьми через выражение своего своих собственных желаний через озвучивание этих желаний что я хочу почему я хочу и готов ли другой человек дать мне то что мне нужно да опять таки по королеве жезлов у нас идет двойный у нас не идет то есть нас идет консенсус не компромисс когда я чем-то уступает другой человек что-то выступа в чем-то и стул уступает не то здесь когда оба находится в выгоде да то есть тебе выгодно и мне выгодно то есть вот такое взаимодействие на равных не выше не ниже такие вот как раз таки энергии то здесь непосредственно мы действуем уже по-другому это вот понимание до новых действий если есть какие-то противоположные тому что я сейчас озвучила до поступки то это вот показатель того что мы еще не изменились хорошо следующий вопрос если необходимость в освобождении от старых энергий и как это сделать то есть если сейчас необходимость изменить от старых но орган умеренности это во-первых очень медленная трансформация да это показатель никого такого исцеления здесь нужно все индивидуально до понимает что если вы считаете как-то опять-таки для себя что ваша жизнь она какая-то не очень удовлетворительной да то что вот у нас начале выходила по десятке пендакли про расширение она такая знаете вот размеренная и вам уже скучно не интересно то есть вы понимаете что вот это вот размеренность это не про баланс а наоборот про искажение когда нету обновления когда ничего не происходит когда скучно то в таком случае до необходимость вас освобождение от старых энергии да она нужна но с другой стороны аркан умеренности он говорит о медленной трансформация что она так или иначе она происходит так или иначе происходит изменение но это изменение больше внутренней поэтому как показатель нужно ли я бы сказала просто обратить внимание на то что происходит внутри вас потому что аркан умеренности золотой середины это всегда про внутренние ощущения не про внешне и вот у нас дополнение как раз таки арканом верховной жрицы тоже про про тишину про умолчание то есть есть чтобы сказать вот нужно освободиться от старых энергий или нет сто процентов вот сказать нельзя да здесь 50 на 50 здесь все зависит от того что вам нужно послушать прислушаться к себе да потому что верховная жрица это внутренние тоже ощущение это тишина это опять про интуицию про внутренний вот этот вот голос баланса причем что верховная жрица что аркан умеренности у нас говорят про баланс про гармонию то есть если внутри себя вы ощущаете действительно гармонию если вы ощущаете действительно баланс то здесь не нужно опускать старые энергии на они они еще рабочие вы так скажем но если вы ощущаете что где-то уже пошел перекос до что застоявшиеся в воды постепенно начинает свести превращается в болото туда конечно же и вот потому что аркан умеренности у нас также может говорить про зону комфорта когда мне хорошо мне кайфово но при этом развития как такового нету если вдруг вы посчитаете что есть необходимость освободиться старых энергии продолжение этого вопроса как это сделать как это сделать выпадает король так ли заземлиться начать взаимодействовать непосредственно со своим телом да и с материальным миром да то есть первично начать как-то вот ухаживать за своим телом да то есть это когда долгое время не занимаешься например физическими нагрузками а потом просто проходишь большое расстояние до несколько там километров на следующий день ощущаешь физическую боль касательно того что но мышцы в какой-то степени в кавычках атрофировались вот здесь вот примерно про то же самое да что нужно заниматься своим телом не знаю непосредственно массаже да может быть кому-то иглоукалывание там банки лечебные как этот массаж называется не знаю то есть каким-то образом хочется сказать растереть да здесь реально кому-то нужно либо растирать ноги либо вообще растереть тело чтобы заново вот как будто ваши рецепторы до стали более чувствительными более восприимчивыми к тому что происходит поэтому здесь вот нужно для начала как-то взаимодействовать с телом наладить правильное питание потому что опять-таки новая энергия до новой энергии и это то чем мы себя питаем а у нас питание идет не только интеллектуальное до либо эмоционально у нас идет через физическое тело то есть еще и через еду то есть понаблюдать возможно опять-таки вот эти новые какие-то вкусовые рецепторы должны быть папа то есть попробовать какие-то может быть блюда да специи фрукты которые вы ранее не пробовали то есть вот здесь вот новое оно должно быть новым во всем но первично и это проще да то есть впустить себя какую-то интеллектуальную информацию здесь нужно еще и понимать что есть новое что я хочу то есть если это какое-то новое образование либо какая-то не знаю даже самый простой какой-то новый жанр там в кино который вы ранее не смотрели либо книг которые вы ранее не читали здесь может быть все на любителя но поскольку мы являемся совокупностью трех тел до интеллектуальной эмоциональной и физически то новизна должна быть на всех уровнях но в данном случае вам акцент нужно сделать начинать по крайней мере через короля педакли через материальный план да то есть не только заниматься своим телом то что я озвучила ранее на а еще и желательно побольше пеших прогулок и на свежем воздухе взаимодействие с природой до взаимодействия с землей но если есть такая возможность босиком походить постоять тоже это хорошо это тоже наполняет то есть как-то вот взаимодействовать именно с энергиями земли и понаблюдать за своим питанием что еще как еще можно впустить если вы считаете через коммуникацию через общение через взаимодействие с другими людьми но восьмерка жезлов это так или иначе аркан коммуникации до но быстрого взаимодействия общения но здесь вот как раз таки а что что нужно впустить ну вот по шпиндакли да какое-то новое обучение новое обучение я не имею ввиду сходить на какие-то новые тренинги купить себе новый курс нет я говорю о том что у пожар педакли есть характерная черта он познает мир через через материю через то что ему ценно и это такое архетип когда он начинает знакомиться с человеком если мы говорим про человека он задает очень много вопросов потому что его собеседник для него интересен и вопросы которые он задает он очень внимательный да то есть он не просто ради любопытства задает а он хочет действительно очень внимательны он ценит своего собеседника и он хочет его понять вот главная задача поэтому когда допустим встречается такой архетип человека и он начинает спрашивать а когда у вас день рождения и ты говоришь называешь свою дату он запоминает да либо какие цветы ты любишь и он запоминает и вот когда будет какой-то праздник либо день рождения либо что-то и он захочет сделать преподнести подарок он преподнесет то о чем он вас спрашивал и вы это знаете либо какое блюдо ты любишь и пригласит например пообедать и угостит вас именно тем блюдом которые вы любите то есть вот это вот внимательность забота но забота не как у короля педакли да когда в какой-то степени она может быть даже еще и ограничивающая да она может быть с какими-то правилами до требованиями то есть забота она не всегда приятны но здесь именно поскольку это паша то начинающая энергия она может быть малым в малом моменте то есть забота через какие-то мелочи забота через элементарно через какую-то внимательность да ну например открыть дверь кому-то да подать руку когда человек например хочет стать там либо выйти из транспорта то есть вот какая-то такая забота но именно в мелочах поэтому общение здесь вы будете если вам нужно общение общение только с теми людьми которые для вас действительно цены люди в которых вы готовы вкладываться как минимум ну хотя бы по мелочам до внимательность то есть когда вы общаетесь вы не просто говорите потому что у вас накипело и вы хотите вылить этот поток и вас никто не слушает потому что всех свои дела а когда вы действительно ведете диалог вы говорите и слушаете то есть прежде чем что-то ответить либо прежде чем задать свой второй вопрос вы слушаете ответ потому что у нас как в диалоге бывает один говорит и не ожидая ответа на свой вопрос он уже думает 2 3 тем самым пропускает и вот этот не внимательность упажа педакли нет такого он очень внимательный он обращает внимание на детали и это важно потому что так он познает этот мир через конкретные действия поэтому вам как что-то новое до привнести как можно изменить эту энергию я уже сказала да через тело через материю в то же время через коммуникацию причем эта коммуникация она может быть и письменная не обязательно в живую да то есть это может быть даже и через эсэмэски такие причем знаете эсэмэски они могут быть короткие ну например доехал выражение доехал позвоним либо ты сегодня обедал да как тебе с половиной все хорошо то есть вот к через проявление внимания хочет сказать проявление заботы но вот именно внимание к другому человеку и и так вы понимаете причем это не только когда вы это делаете а когда это есть и к вам то есть это обоюдное почему потому что когда вы делаете показатель того что это в есть внутри вас когда делают по отношению к вам да тогда вы можете сравнивать если вы это заметили на то что вот кто-то что-то сделал поинтересовался вами значит этот показатель того что это тоже есть внутри вас на что это уже стало вашим навыкам если вы на это не обращаете внимание вовне то навыкам вам это еще не стало поэтому мы обращаем внимание то как и по отношению к нам поступает хорошо что поможет принять новые энергии что поможет вам принять новые энергии если вы посчитаете нужным здесь движение да здесь движение здесь уход от того что то как вы привыкли чтобы принять что-то новое вам нужно отпустить либо уйти от чего-то прошлого в данном случае здесь выпадает пашкуков и двойка пендакли от какой-то вашей знаете неуверенности и я бы сказала здесь не страх а здесь какая-то настороженность того что может быть мне причинят как-то вот ну боль да то есть здесь не страх а здесь вот неуверенность а вот неуверенность ранимость какая-то да вот от этого нужно будет уйти почему потому что здесь неуверенность связана с тем что а если я сделаю и вдруг я этого не получу либо я сделаю им кто-то не среагирует так как я ожидаю не от этого будет больно да то есть мне мне как будто бы ранят потому что пашкуков он также как и паш пентаклик вообще как все пажи они начинают изучать этот мир на как маленькие дети только здесь через призму наших эмоций то есть для него важны чувства для пожар кубков очень важно слышать это проявление не просто заботу до видеть но ему еще важно и слышать эти слова что он любим что он нужен что то то что он делает это приносит кому-то удовольствие да то есть вот здесь какие-то эмоциональные наслаждения должны быть и поэтому что вам поможет да такой вопрос будет то что поможет принять новые энергии вот не не циклится не циклится на самоутверждение да не циклится на то что люди должны вот как-то среагировать так как вы привыкли почему потому что вот это вот ваша неуверенность чем она связана здесь эта неуверенность королем с императором да то есть здесь может быть детский какой-то сценарий непосредственно связанный с отцом да может быть здесь сценарий какой-то вы знаете стабильности то есть мне комфортно тогда когда стабильно когда понятно и когда присутствует некий контроль а когда вы теряете скорее всего контроль да сразу это вызывает вас какую-то дезориентацию да как дальше двигаться что мне дальше делать вот то есть когда я не могу отстоять свою точку зрения да когда я не могу убедить другого человека вот в своих каких-то взглядах такое ощущение когда нету вот внутреннего стержень и внутренней опоры когда есть ощущение того что со мной могут обойтись как-то несправедливо опять таки с моей точки зрения ранимого ребенка да вот чувствительного такого ребенка вот от этого нужно будет уйти к чему прийти что поможет принять энергия колесничий час десятка жезлов и влюбленные а прийти нужно к тому что не знаю насколько вам такой ответ понравится да при знаете нацелиться на то что там где есть как-то сказать независимо от того насколько трудно либо сложно сделать какой-то выбор до своей жизни независимо от того какой выбор сделали другие люди по отношению к вам вы должны больше быть сконцентрированы на том что вы хотите в своей жизни то есть аркан колесница он показывает всегда указывает на цель на достижение чего-то до той цели которые вы себе ставите причем достижение цели здесь всегда про материальный план не про духовный то есть что-то такое конкретное к чему человек хочет прийти причем он приходит это достаточно так гибко невзирая на какие-то трудности сложности другой стороны для вас должен быть показатель что новизна это всегда там где сложно определиться с каким-то выбором то есть когда вы четко знаете да это я я хочу именно так то есть когда у вас есть внутреннее яснознание на что вот вот так надо я не могу это объяснить но я четко знаю что вот это вот так это один момент того что вам нужно двигаться второй момент наоборот надо двигаться тогда когда вы чувствуете какие-то сомнения и неуверенность тогда когда чувствуете что это будет трудно что это будет сложно опять даже скорее всего не то что чувствуете а есть такие мысли дам почему потому что путь развития и путь вперед это всегда путь в гору на то есть гору это всегда трудно это сложно это про преодоление легко это когда с горки да то есть себя пнули и ты покатился это легко и просто так когда вперед это всегда трудно и здесь как будто бы знаете вот как подсказка выбирать то что как-то не то чтобы сложно хотя такое тоже может быть да то что нелегко давайте так скажу да то что кажется слишком простым то что кажется слишком легким это не ваше почему потому что если вам легко значит у вас есть уже такой навык у вас есть уже опыт такой значит в этом не а если есть опыт да то это в этом нету новизны а если есть какие-то трудности сложности это показатель что у вас еще такого навыка нету значит наверняка это что-то такое новое да что должно стать в будущем именно легким таким поэтому стремиться нужно к этому и последний вопрос какое влияние окажут на вас новые энергии и как их использовать во благо на такой вопрос из двух составляет эти две карты вытащу значит первая карта какое влияние окажут на вас новые энергии ну вот десятка кубка смотрите мы начали с десятки пентаклей на переходного такого этапа и завершаем десятки кубков на тоже переходный этап но при этом здесь есть достижение эмоциональные такой как раз таки наполненности то есть начали с изобилия внутреннего да и пришли к внутренней к внутреннему такому наполнение наполнение удовлетворению счастья новая энергия новая энергия дадут вам новые впечатления причем не один на 10 кубок до новой энергии дадут вам радость ну здесь эмоции дадут его таркан солнца на краски новая энергия новый опыт с одной стороны удача какой-то вот знаете внутреннюю уверенность почему потому что я как ну как сказал когда вы пройдете этот опыт а когда придете на вершину горы у вас за плечами будет уже багаж и вы будете чувствовать я некое такое удовлетворение от преодоления трудности сложности да как то вот самоутверждение что я смог самооценка начинает подниматься да и вот это вот краски наполняет то есть новая энергия они всегда дают какую-то наполненность они дают радость что еще дают какие-то новые возможности новые шансы да здесь вот новые шансы новые возможности выпадает рыцарь кубков для развития именно души то есть нам нужно важно понимать что мы не свое эго развиваем мы воплотились для того чтобы усовершенствовать свое свою душу да вот здесь вот такое наполнение именно душевное наполнение будет когда мы начинаем двигаться и вот приходим как раз таки королеве пендаклина через некое такое закрытие да когда мы отбиваемся от того что мы уже переросли да мы это осознаем мы это понимаем и движемся к стабильности опять-таки путь здесь такой значит сначала мы идем выходим наоборот из стабильности да идем во что-то новое когда наоборот чувствуем неуверенность когда чувствуем что мы с этим не знакомы где есть какая-то какой-то такой страх да небольшой когда есть волнение вот этот вот трепет а как это будет а что это будет когда есть не присутствует много вопросов и в конечном итоге когда мы проходим какой-то путь получаем опыт мы чувствуем себя но уже как мастерами до более уверенными это опять-таки приводит к стабильности у нас получается да такая как в подъезде в подъезде по лестнице поднимаешься да ты поднимаешься по ступенькам то есть прикладываешь какие-то усилия и потом попадаешь как это называется не пролета как этаж да на этаж когда ты поднимаешься да там так ровно ступенек нету вот то есть опять таки некая стабильность и чтобы дальше двигаться да наверх нам опять нужно преодолевать какие-то ступеньки до чтобы опять не попасть на ровное такое стабильная стабильную площадь вот поверхность такой вот здесь вот примерно то же самое у вас и происходит поэтому там где вы чувствуете что есть какие-то трудности что есть какие-то сложности это значит туда вам и нужно идти да это опыт и он как раз таки когда вы это все преодолеваете вы краски приходите к десятке пинда когда вы чувствуете удовлетворение я смог это как-то выражается вашем физическом плане возможно улучшается здоровье возможно улучшается финансовое положение на вы чувствуете себя ну более уверенной да и вам приятнее удобнее вот это был первая составляющая вопроса да какое влияние окажет на вас новой энергии а как их использовать вот эти новые энергии прямо по солнцу по десятке кубков как использовать использовать всегда луна как для преодоления каких-то страхов то есть когда вы так или иначе на следующем этапе да когда опять-таки столкнете с этими ступеньками которые нужно будет преодолевать вам нужно то что мы говорили здесь по пятерке кубков акцент делать на том что вы уже достигли то есть в вашем движении акцент нужно делать не на негативное то что я утратил повторяюсь на то что есть является страхами а именно вот эти вот преодоление то как вы это делали да как вы себя мотивировали что у вас хорошо получалось нет это вот позитив мы используем для того чтобы преодолеть страх каким образом мы его не подавляем этот страх а мы себя успокаиваем для того чтобы распла расслабиться страха это напряжение это сопротивление то что я говорила вам самом начале здесь получается так что когда мы чего-то боимся да то есть по сути мы сопротивляемся что нам нужно сделать да нам надо себя расслабить вы когда мы в расслабленном состоянии у нас страх уходит то есть мы не со страхом боремся а мы стараемся себя расслабить и что нам помогает что нам поможет расслабиться у каждого это свое но в данном случае если мы говорим про путь да и они ну там я не знаю про какое-то конкретное действие вот то здесь нам поможет держать акцент на наших успехах то есть о том что тогда у тебя получилось сейчас у тебя получится ты всегда находишься в правильном месте да в правильном правильном окружении да всегда все что ты делаешь ты делаешь вовремя все что ты делаешь ты делаешь правильно если что-то не получится это всегда можно исправить если тебя не удовлетворяет этот выбор ты у тебя есть всегда право изменить свой выбор здесь если вы выбрали что-то одно это не значит что надо идти до конца если в процессе вы Вы чувствуете, что я не тяну, я еще не готов. У вас есть возможность изменить, уйти, изменить направление, остановиться, передохнуть и дальше идти. То есть возможности всегда есть. Мы не циклимся на чем-то одном. Мы как раз прислушиваемся к своей интуиции, что нам подскажет, а как нам лучше действовать в данный момент. Вот эти вот все моменты ментального управления собой, они помогают снизить градус именно напряжения, которое у нас есть из-за страха. Это один момент. Второй момент, когда можно использовать новую энергию во благо себе, это научиться идти туда, где все ясно, где все прозрачно, где все понятно. То есть избегать каких-то ловушек, избегать каких-то своих капканов ненужных. Спрашиваю, о чем здесь Луна говорит. Она говорит о аркан звезды. О каких-то наших надеждах, о том, что мы боимся, что у нас не получится. Что именно какой-то внутренний страх, внутреннее сопротивление, это то, что нас останавливает от того, что мы достигли того, что мы хотим. А наши желания, это как раз и есть тот компас, тот пинок, в каком направлении нам мотивация, в каком направлении нам нужно идти. То есть если у нас появилось желание, желания появляются не просто так. Я не имею в виду рекламные вот эти все моменты, что выпейте там напиток определенной марки, и вот у меня появилось это желание, а почему бы нет? Нет, а я имею в виду о внутреннем нашем компасе, о внутреннем нашем зове, который говорит, вот я хочу этим заняться. Меня прям тянет, я хочу это сделать. Почему я хочу, я не знаю. У меня здесь вот как раз-таки именно желание, да, это и есть направление в новое, туда, куда нам нужно идти. То есть появилось желание, там, я не знаю, изучить какой-то новый язык, возьмите это, сделайте. Не обязательно даже доводить прям до какого-то определенного уровня, там, чтобы получить подтверждение в виде бумаги о том, что вы знаете этот язык или нет. Достаточно можно просто получить несколько уроков, да, для себя, чтобы понять, почему, почему меня сюда протянуло, да. Может быть, это просто является таким промежуточным этапом для чего-то такого другого. Вот это вот как раз-таки и есть новое. То есть невзирая на какие-то свои страхи, невзирая на то, что я не всегда понимаю свой путь, я не всегда знаю, что мне нужно делать. Вот этот вот внутренний, как раз-таки, компас в виде наших желаний, да, в виде нашего какого-то стремления что-то, да, к чему-то идти, что-то сделать, это вот является как раз-таки вашим компасом. Как можно еще эти энергии использовать во влаге, да, новые энергии? Ну, на самом деле, это вот для тех, кто действительно находится на высоком уровне развития. Почему? Потому что выпадает семерка педаклей, колесо фортуны, говорящие о том, что не обращать внимания на семерка педаклей, это помимо карты ожидания, это когда мы прикладываем больше усилий, больше вклада делаем, да, а получаем намного меньше. То есть не обращать внимания на то, что ты приложил там больше усилий, а результат твой, я не знаю, приложил усилий на 5 рублей, условно говоря, а получил 2 копейки. Не обращать внимания на это, а обращать внимание на то, что ты выбираешь, да, вот здесь как раз-таки по колесу фортуны идет прозрелая позиция, да, либо ты доверяешься судьбе, да, которая вот тебя ведет туда, куда она посчитает нужным, да, то есть судьба в контексте, в кавычках, у родителя, да, то есть родитель посчитал, что тебе нужно идти в детский сад, он тебя взял за руку, да, и он туда ведет. Ты, может, туда и не хочешь, но вот родитель так посчитал, он туда тебя и ведет, и ты за ним должен следовать. А есть путь, когда самостоятельно, да, когда ты знаешь, мне надо, допустим, там, я не знаю, пойти на работу, я это четко знаю, вот я встаю и иду, потому что мне это надо, да, я это понимаю, я это осознаю, это мой выбор. Почему я сказала про высокий уровень развития? Потому что не все люди доросли до уровня именно самостоятельности, да, когда я несу ответственность, да, то есть я решаю, я делаю выбор, и я несу ответственность за свой собственный выбор. Это что значит вот в кубе семерки педагли, это в том, что, да, я вкладывал много усилий, да, я пробовала это, это, и я не получил тот результат. Вот здесь взрослая позиция говорит о том, что не то, что какой я там бестолочь, почему я так поступал, что я не видел, или там, я не знаю, кто там мне виноват. Нет, окей, я получил какой-то определенный опыт, да, я сделаю из этого какой-то определенный вывод, который в дальнейшем мне поможет в чем-либо, да, то есть всегда через позитив, то, что мы говорили, вы делаете выводы и идете дальше, то есть вы не вините не себя, что с точки зрения кармы наказуемо, неуважительное отношение к себе, и вы делаете определенные выводы, берете ответственность, да, и идете дальше по жизни. То есть здесь взрослая позиция, не кто там не виноват, а я выбираю, и то, что я выбираю, я даю себе отчет, что то, что я выбрал, это не всегда будет, как сказать, приятно, да, то, что мне нужно. Иногда это может быть, на первый взгляд, казаться, что мне это не нужно, но в контексте долгосрочности я понимаю, что вот благодаря вот этой ошибке, да, я понял, как делать не надо. И теперь я буду знать, что нужно сделать как-то иначе, как-то по-другому. То есть взрослая позиция, она не оценивает, как плохо и хорошо, она оценивает, как результат, вот мне нужно было вот такой результат, я совершил вот это действие, я получил этот результат, да или нет, если да, молодец, если нет, тоже молодец. Почему? Потому что я понял, в чем была моя ошибка, что я сделала не так, что помешало мне прийти к результату необходимого мне, и теперь я сделаю так, как нужно, и получу тот результат, который нужно. Для взрослой позиции, она, понимаете, там нету правых либо виноватых, там нет, что я сегодня молодец, завтра не молодец. Я каждый день молодец, потому что я каждый день что-то делаю, я делаю из этого выводы, да, и здесь просто причина следственной связи. Чистое такое, знаете, сбалансированном таком состоянии, да, когда ты в гармоничном, когда ты понимаешь, что если я живу в мире дуальности, то однозначно я получу либо А, либо Б, ну, то есть другого не дано, либо плюс, либо минус, ну, может быть какая-то середина, да, золотая. То есть либо одна крайность, либо другая крайность, потому что мир дуален. И здесь не нужно как-то эмоционировать по этому поводу, да, и как-то очень сильно переживать. Это вот как раз-таки сильное переживание, это детская позиция. Почему? Потому что, ну, почему я переживаю? Потому что мои ожидания не оправдались. Взрослая позиция, нет ожиданий. Взрослая позиция, есть причинно-следственная связь. Как у собак Павлова, да, нажала на кнопку, лампочка сгорелась, получила мясо. Не нажала, не получила мясо. Вот здесь вот примерно такой подход. Поэтому я ей сказала, что это вот достаточно взрослая позиция и не для всех. Вот. Вот такой расклад получился. Не знаю, насколько он вам понравился или нет. Такой, опять-таки, достаточно философский. Вот. Но все же хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Хорошей, такой эффективной, продуктивной рабочей недели. И жду вас в среду на новом раскладе. А я прощаюсь с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok